Ультразвук лимфоузлов Это может изменить вид хирургии, который показан Это случается в 15-25% случаев Например, небольшая карцинома популярная может быть подходящей для лимфоузлов А если там есть метастатические лимфоузлы, то нужна полная экотомия щитовидки и иссечения шеи Чувствительность достаточно низкая В центральной части шеи, а потом расскажу об отделах шеи Это из-за того, что там находится щитовидка А в боковых отделах шеи чувствительность гораздо выше Однако она вариабельна и многое зависит от опыта специалиста ОЗИ Микрометастазы иногда невозможно определить ультразвуком Но и прогностического значения они тоже не имеют Постоперативно ультразвук делают для рецидивов, остаточных явлений Где-то 16-12 месяцев после хирургии, а затем индивидуально И важно знать, что при раке щитовидки небольшие метастазы лимфоузлов Которые обнаруживаются после хирургии Не обязательно нужно подвергать терапии Иногда лучше просто наблюдать Итак, когда мы сканируем Мы используем линейный трансдузер с высоким разрешением Цветовой поток вот такой Чтобы мы могли визуализировать сосудистые наполнения Смотрим на врата органа или хирургии Там находятся внутри узловые сосуды, жировая ткань, синусы Иногда врата не видны в налых лимфоузолах Об этом нужно знать И не всегда врата органа или хирургии находятся по центру Иногда они на периферии Там их можно искать И нужно искать периферийная восклиризация Обычная форма овальная Так что два размера мы измеряем И разница коэффициент должна быть ниже 0,5 Да, это нормально С возрастом или при наборе веса Лимфоузлы тоже накапливают жир Соответственно, их труднее Определить Это признак неподозрительный Про лимфоузлы Нам нужно понимать, где мы на шее Центральная часть шеи Это области 6 и 7 Под костью И одна область выше кости И боковые отделы Это 2, 3, 4 Сбоку от сонной артерии И за грудиной ключично-сосцовой мышцы Необходимый системный подход при сканировании шеи Сначала щитовидку осмотрим Все области Все оцениваем Это я уже описывал Если была эктомия щитовидки То смотрю, что там осталось Затем смотрю на области шеи Сначала положение прямо Область 7, 6 и 1 По средней линии Затем справа Затем слева После этого попрошу пациента Повернуть голову налево И сканирую правую сторону шеи Область 7, 4, 3 и 2 Затем пятую область Наконец, каманье направо Поворачиваю пациент голову И я делаю тоже Самое с левой стороны шеи При оценке лимфоузлов Нужно помнить Что размер Это не единственный И не главный критерий Это зависит от положения шеи И узлы выше Простите, больше в верхней части шеи Мы говорили Что необходимо Два размера Длины короткие Мерить И коэффициент должен быть Меньше чем 0,5 И размеры должны быть Меньше 5 миллиметров Или 8 миллиметров В верхней части шеи Там наверху Могут быть большие узлы Это не подозрительно Вот коэффициент Вот что самое, пожалуй, важное И эхоструктура Она важнее, чем размер Во-первых, подозрительно Отсутствие Жирового хилоса Круглая форма Сосуды Вне Врат Микрокальцификаты Структура Структура Сходная С щитовиды Либо Кистозный Некроз В основе С этим аспектом Можно классифицировать Узлы как нормальные Когда есть хилос Когда есть видная форма И когда Сосуды Либо отсутствуют Либо они Ахиллярные Если Средняя форма Не совсем еще Подозрительная Перечисленная И Самое подозрительное Это если есть Любой из этих признаков Перечисленной Микрокальцификации Кистопериферийное Или диффузное Сосудистое Наполнение Либо они Гиперэхогенные По сравнению С окружающими Мышцами Или с Щитовидкой Важно знать Что Хилос Присутствует В нормальных Озлах Но отсутствие Хилоса Это не очень Специфично для Метастаза А что Специфично Это микрокальцификация Либо Кистозная Токани Вот Нормальный Узел Область Три Овальной Формы Мы видим Хилос И он Там Где Он достаточно Имеет Сосудистое Наполнение И Коэффициент Длины К Высоте Меньше 0,5 Все нормально А вот Метастатический Узел Карциномы Пожалуйста Вот здесь Проходит Сонная Артерия Здесь Грудинно-ключичная Сосцовая мышца Вот тот самый Тип Который Встречается При Популярном Раке Парасчета Витки Вот метастатические Опять Лимфоузлы Сосудистое Наполнение Диффузное Периферийное И Центральное Вот Киста В Озле А здесь Частичная Киста Частичная Солид Тверда И Здесь Микрокальцификация В солидной Части Вот метастатический Лимфоузел Карцинома Микрокальцификация Повышенная Сосудистое Наполнение Кроме того Мы Видим Что здесь Присутствует Компрессия Выход В грудинно-ключичную Сосцовую мышцу Хотя должно быть Наоборот Почему Нужно Скорее Использовать Ультразвук Во-первых Разрешение Выше Во-вторых Лучше всего Мы можем Посмотреть Есть ли Метастазы На основании Показаний УЗИ При нормальном Сайде При нормальном Размере Лимфоузлов Низкая стоимость Легко проводится Нетонизирующего Излучения И При необходимости Можно Тонкоигольную Аспирацию Провести Ограничения По использованию Ультразвука Зависит во многом От опыта Диагноста Особенно Там Где плохо Достать Или Невозможно Достать Это Касается Заглоточных Узлов Они не видны Верхние Верхние Средостения Только частично Видно Ниже Четвертого Уровня Особенно Справа Там Требуется Много Опыта Потому что Лимфоузлы Закрываются Сосудом Перекрываются Вот Примеры Когда Метастазируют Лимфоузел Но они Прячутся За правыми Кровеносными Сосудами Еще Сложность Обычные Структуры Иногда Могут Ошибочно Приниматься Заболевания Это Может быть Изофаг Мышцы Парасщитовидка И Особенно Стимусом Или остатком Щитовидной Железы Постоперативные Изменения Такие Как Шрамы Швы Гранулемы На шваха Клипсы Невромы И Низкой стадии Воспаленные Поражения Тоже Могут Восприниматься Как Раки Вот Возьмем Это Воскализированное Гело У этого Лимфоузла И Классификация Подозрительный А теперь Посмотрим Внимание Это Парасщитовидная Аденома И вот В этом То и Сложность Как Мы Проводим Ультразвуком Оценку Разных Структур Если Подозрительный Узел Мы можем Провести Биопсию Один Или два Пассажа Недостаточно Надо Также Изменить Измерять Тироглобулина Или Калицитонин Промываемый Глу Одним Миллиметром Одним Миллиметром Натрихлора Или Буфером Отсечные Значения Не точно Еще Пока Определены Но Если Речь Идет О сотнях И тысячах То Это Четко Диагноз Даже Если Цитология Отрицательна Или Ненадены Клетки То Все равно Диагноз Можно поставить Это типично Для Кистовых Метастаз Другие Типы Рака Без Особенных Маркеров Но Перечисленных Уже Достаточно Что Запомнить Нужно Ультразвук Дает Самую Высокую Резолюцию Разрешения И Наиболее Удобен Для Диагностики Лимфоузлов В тех Зонах Которые Доступны Для Звука Помогает Проведение Ассистирует Биопсию Это Хорошая Диагностическая Процедура Обязательно Делается Перед И Пост Оперативно При Большинстве Раков Головы Шеи И Железы Щитовидные И Больше Всего Помогает Пациентам Этот Способ Избегать Ненужных Операций Вот В этом Прелесть Ультразвука Спасибо Большое За Внимание Здравствуйте Снова Здравствуйте Это Еще Последняя Презентация Теперь Будем Говорить О Слезных Железах И Ультразвуковом Исследовании Я Конечно Не Эксперт Признаюсь Сразу В Слезных Железах Но Тем Не Менее Я Эндокриолог И Я Готов Поделиться Своими Знаниями Базовые Техники Обсудим Как Ультразвуковую Диагностику Слезных Желез Проводят Какие Имеются Аномальности Определяемые На УЗИ И Говорим О Роли И Ограничениях Ультразвука Применительно К Опухолям Слезных Желез Вот Вот Видим Субманибулярную Железу На Ультразвуке Она Выглядит Вот Так То есть Вот Сейчас Мне кажется Все нормально Здесь Вот Так Я Держу Как Карандаш Датчик Но Для Того Чтобы Субманибулярную Прощупать Железу Нужно его По-другому Немножко Взять Около Ушная Железа Крупнее И нужно Сканировать Обширно Чтобы ее Целиком Увидеть Иногда Плохо Видны Границы Особенно Это происходит Если Пациент Покушал И Это Активировало Железу Основные Типы Патологий Это Инфекция Воспаление Неинфекционные И Не Воспалительные Доброкачественные Злокачественные Опухоли Вот Бактериальные Сиаладени Гетерогенные Гипер И Гипоэкогенные Аспекты Повышенное Кровообращение Но есть И Набухание И боль И реагируют Лимфоузлы Вот Воспалительные Патологии Они могут Быть Аутоиммунного Характера В основном Син 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 И Хронический Сиалалит Из-за Каких-то Обструктивных Проблем Бывает Дегидратация После радиации После облучения Когда Радиоактивным Йодом Лечили Какой-то Рак Или Хронический Склероз Как выглядит Син Син Шагрена Типичные Аспекты Аутоиммунного Заболевания Аутоиммунного Заболевания И Гипоэкогенные Участки И аутоиммунные заболевания проявляют себя одинаково Где это, неважно, слюная железа или щитовидка Вот примеры неинфекционных и не воспалительных И также неопухолих моментов Список заболеваний, проходить их целиком не будем Но посмотрите, иногда железа может выглядеть вот так А вот это, на самом деле, лимфоузлы Это пример лимфатического узла, который оказался внутри слюнной железы Его не поймали на ультразвуке и сделали тонкогольчатую операцию То есть иногда тонкогольчатую биопсию, иногда путают такие узлы с опухолями Как мы уже говорили, камни в слюнной железе блокируют каналы Вот еще так развивается сиалолит Выглядят разные по степени кальцинофикации Основные типы опухолей Это доброкачественные и злокачественные По взрослому населению мы видим, что чем меньше слюнная железа Тем выше риск, если есть опухоль, тем выше риск ее злокачественности В виде почти все в оклоушных железах почти все доброкачественные А вот в самбандемулярной, опять, очень высокий процент злокачественных Племорфальная аденома Типичные характеристики Хомогенность, гипоэкогенность Пастериальное расширение Иногда ее путают с псевдокистой Четыре лопасти Очень хорошо видны Нет воскалиризации И вот, как я уже сказал, есть доли Злокачественные повреждения, очаги Посмотрим по гистологии Они по-разному в железах разделяются И микроэпидермальные Больше всего в околушной железе По-другому выглядит разбивка в субмандибулярных Вот мукоэпидермальная карцинома Неровная форма Гетерогенность Есть кисты Есть солидные участки Плохо заданы границы Поскольку есть инфильтраты В соседней ткани В коже, в мышцы И это очень подозрительные лимфоузлы Надо понимать Когда проводятся УЗИ Очагов В слюнных железах То плохо хватает УЗИ Вот сейчас Подозрительные аспекты Это Гетерогенность Плохо заданы Неровные края Повышенная Воскулиризация Так вот УЗИ дают Чувствительность 72% Специфичность 86% Когда речь идет О злокачественных опухолях Плеоморфальные аденомы Они гомогенные Гипоэкогенные И тоже сенситивность И специфичность Чувствительность Специфичность УЗИ Недостаточно высока И это Снижает Точность УЗИ Как метода Это вот основное Ограничение Использования УЗИ Оценки Для опухолей Слюнных железы Мы не можем Отцелить Точно Доброкачественные От Злокачественных Нет эквивалента Так сказать Системы Биттеста Для Слюдных желез Нет системы Которая бы давала Вот графические критерии Для того Чтобы определить Нужно делать Биопсию Очага Или не нужно То есть Все Поэтому Все Очаги В слюнных железах Как правило Проходят Аспирацию Тонкой Игдлой Конечно В этом смысле Ультразвук Помогает Ассистировать В тонкоигольчатой Биопсии Еще одно Ограничение Ультразвук Не дает Таких же Хороших данных Как Кроссекционная Визуализация При планировании Операции Здесь КТ МРТ Лучше Подходит Для того Чтобы посмотреть Где расположены Если за пределами Железы А какой Оценить Процент инвазии И так далее И Я думаю Что следующий Выступающий Как раз Расскажет Больше О секционной Визуализации Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...